Всем привет, меня зовут Даша, и вы находитесь на моём канале Дарьяна. Если вы смотрели моё предыдущее видео, то, скорее всего, заметили, что у меня поменялся фон, поменялась локация. Но, собственно, ладно. Вы сюда зашли не для этого, а для того, чтобы оценить мои новые покупки с Валдберриса. Раду скажу, я не подразделяю видео с Валдберриса на разные части, в плане отдельной косметики, отдельной одежды, отдельной ещё что-нибудь. У меня всё в одной куче, как обычно. И это видео будет тоже вот такой вот сборной солянкой. Начать я бы хотела с такого вот плампера для губ, который сейчас очень сильно популярный. Знаете, во всяких видео по типу пользуюсь самой дешёвой косметикой с Валдберриса, я слышала, что несмотря на то, что этот плампер очень маленький, ещё вроде бы максимайдер их называют, несмотря на то, что он очень маленький, он очень классно увеличивает губы и прям так вот управляет своей удачей. Давайте проверим. Если что, у меня на губах сейчас уже есть кое-какой блеск, но специально для вас я сверху нанесу ещё этот. Надеюсь, что эффект от этого не будет каким-то другим. Могу сказать, что он немного щипет. В целом, я думаю, что это нормально. Честно, вот сейчас прошло несколько минут, у меня ещё нечто губы немного увеличились. Но вообще, знаете, у меня, в принципе, от природы большие губы, то есть я с ними ничего не делала, естественно. Вот. И поэтому такие штуковины, когда я заказываю, это просто чисто, чтобы что-то проверить, затестить. И просто, чтобы у меня была такая штука, как у всех. Вот. Чисто для этого. Давайте пойдём дальше. Теперь какие-то очки, которые я уже распаковала, потому что они пришли мне какое-то время назад. Но всё равно это достаточно много губы, поэтому я решила её показать. Я очень сильно удивилась, потому что они были в чехле, потому что я на Балдесе заказывала пар... Пять очков точно. И всегда они приходили просто в каких-то пакетах вот так вот, в такой плёнке, ещё в чём-то. И просто ощущение, что они запакованы, блин, в Китае. Я не знаю. Эти прям были по-солидному. Чехле. И ещё и с тряпочкой. Что ж, это вот такие вот очки. Которые, скорее всего, уже будут на камере немного заляпаны, но всё равно они мне очень сильно нравятся. Я знаю, что они сейчас очень популярные, и я подумала, что на они тоже пойдут. Как пойдут? Я всегда ношу очки только на голове, потому что, учитывая то, что у меня чёлка, очки на глазах смотрятся просто, блин, как муха какая-то. Я не знаю. Сейчас немного шок-контента. Точно я это уже видела, поэтому для меня это не будет такой шок. Но. Это чёрные рваные джинсы, которые я хотела уже полгода, но я никак не могла найти нормальную. Однажды нашла нормальную, заказала их, они не пришли. И там вообще была какая-то ерунда. История, те джинсы, три с чем-то тысячи. В итоге, те джинсы я не брала. Но сейчас я нашла на Балбарисе джинсы, которые стоят чуть меньше тысячи, рублей девятьсот. Вообще вот такое. И просто, вы не поверите, но это просто самое идеальное, наверное, что вообще я могла найти в плане чёрных рваных лёдостов. Вот. То, чего я хотела. Мне положили в подарок зелёный ремень. Как бы, я не знаю, что надо будет. Типа, я всегда читаю отзывы, но никто в отзывах не писал про то, что в подарок кладут зелёный ремень. Ну, ладно, зелёный ремень как бы. Подарок. Оставьте, пожалуйста, положительный ремень. Всё понятно. Взятка в виде носков Симпсонона. Ну, ладно. Ничего. Напишем отзыв. За какие-то носки, как бы. Грех не писать отзыв, я считаю. И ещё за зелёный ремень. Я полагаю, что я вряд ли буду его носить. Только если очень сильно захочется. И если у меня будет какое-то супер летнее зелёное настроение. Вот. Ну. На самом деле пусть будет. И то, что вот такие вот подарочки. Это всегда приятно и очень мило. Ну, ладно. Всё, давайте про подарки. Да, про подарки. Давайте про джинсы. Сами джинсы выглядят как-то вот так вот. И, честно, я думала, что цена просто не может быть настолько маленькой. Учитывая то, что без скидки написано, что они стоили 6500. Я думаю, вы все знаете эти бешеные скидки на Валберес. Когда специально так делают, чтобы привлекать внимание. Типа, не знаю, какое-нибудь кольцо там стоило 250 тысяч, а стало 30. И как бы все такие... Вот. Я всегда думала, что я на это не ведусь. Но, оказывается, что ведусь. И я решила купить джинсы за 6500. Точнее, за 900. У них, знаете... Я не знаю, как описать эту ткань. Просто я вообще не разбираюсь в ткани. Вот, честно. Вот, вообще. Она какая-то... Она и джинсовая, и она тянущаяся. Тянущаяся. Короче. Я не знаю, как описать, но они, знаете... Они очень мягкие ткани. Не то, чтобы плотная, но вот как будто бы прямо на лето. Следующее время еще будет связано, поскольку я увидела вот эти вот джинсы. Просто суперкрутые. И там же, видите, на них присутствует белый ремень. Я подумала, что джинсы просто вот такие, да и с ремнем они смотрятся вот так. Поэтому почему бы мне сказать сразу и джинсы, и найти такой же какой-то похожий ремень. Поэтому я нашла вроде бы точно такой же белый ремень. С двухрядовым таким вот дырчиком, еще и с цепью. Да, цепь, которая подцепляется. И если очень захочется, можно ее и вот так вот носить, и на какой-то другой ремень прицепить, если можно. Самое интересное, это джинсы. Единственное, что меня смутило, это то, что я здесь в комментариях прочитала, то, что этих скелетов после стирки надо причесывать. Как бы... Кстати, у нас тут что-то какое-то, что у нас написано? Black Air. И у нас последняя вещь на сегодня, это вот такие вот чтожи, которые вы сейчас уже видите на мне. Знаете, на самом деле, есть еще ряд товаров, которые уже едут мне с Валдереса, но у меня была какая-то дикая мотивация снять это видео именно сегодня, поэтому ждать еще несколько дней я просто не смогла бы. Поэтому, наверное, те товары перенесутся куда-нибудь... Следующее видео, а пока что, о том, что я вам показала, давайте закончим. Все артикулы, кстати, я теперь буду оставлять ссылку в описании, поскольку сама подумала, что вообще неудобно то, что вы должны мне постоянно писать, спрашивать по типу, можно артикул на очки, или можно артикул на штаны, что-то еще. И как бы я не могу всему отвечать, а кому-то из вас, возможно, жизненно необходимы какие-нибудь штаны. Вот, поэтому теперь все ссылки, все артикулы будут в описании. Надеюсь, что я не забуду. Если забуду, то вы мне напомните. Все, всем пока.